всем привет с вами молодежный микс и я аиша тамарова дагестане прошла презентация фильма сестренка эта история пронизана светлым идеалом доброты и дружбы показ его приурочен к 76 годовщине со дня победы великой отечественной войне все подробности узнаем у анжелы гасановой беззаботная жизнь детворы в небольшом ауле счастливое детство главных героев омрачает только война мама маленького емили неожиданно уезжает в город и возвращается назад с украинской девочкой по имени оксана она не знает башкирского языка и поначалу тяжело уживается с другими детьми но потом они с емилем становятся настоящей семьей и бок о бок проживают тяжелые годы войны фильм снятый по повести башкирского писателя мустая карима получил уже множество наград разных фестивалей его посмотрели не только в россии но и в лондоне брюсселе вене теперь картину увидят и на родине рассула гамзатова они с мустаем каримом были большими друзьями работу режиссера александра галибина называют детским фильмом для взрослых это первое российское кино на башкирском языке в большом прокате в главных ролях марта тимофеева уже известная по множеству ролей и арслан крымчурин мальчик пришел на кастинг и сразу покорил сердце режиссера роль емиля первая в его жизни актер приехала на презентацию фильма в махачкалу самое трудное это сцена где я в фильме достаю оксанин башмачок сплота я тогда не умел плавать но мне приходилось воду холодную лезть головой но даже и день такой был ветреный мы снимали где-то дублей шесть приехал в дагестан также внук поэта учредитель фонда имени мустая карима с разлом гамзатовым его дедушка не просто дружил поэты были созвучны в своем творчестве транслируя миру гуманистические ценности и идеалы сколько я себя помню я помню дядю расула его замечательные стихи его замечательные заветы и сейчас когда мы находимся на пороге столетия расула гамзатова очень хочется чтобы дагестанцы земляки раз увидели этот фильм и еще раз вернулись к тому времени когда были живы два поэта двух народов перед началом показа прошло торжественное открытие гостей приветствовали ансамбль лесгинкой башкирский кураист юлай касимов первые зрители сестренки деятели культуры и школьники ведь это все на реальных событиях такие случаи были повсеместно они были в дагестане и в средней азии и башкирии вот как а мустая карим перенес это на башкирскую почву и это прозвучало и сам фильм тоже замечательный и актерский состав и сценарий создатели фильма добавили в сценарий некоторые эпизоды которых нет в первоисточнике но бережно отнеслись к знакам и деталям сохранили дух повести язык мустая карима турнир по шашкам имени горона курбанова исмаила исмаилова прошел в родовом селе кунки до ходаевского района соревнования были в нескольких возрастных категориях самому юному участнику было 7 лет все подробности узнаем у любавы масловой черно-бело поле в клетку по 12 шашек у каждого соперника турнир начался абдулгопис играет уже давно если в детстве это было простым развлечением сейчас парень как настоящий профессионал настроен только на победу два раза в этой школе проводили я два раза участвую побеждал первым третьем место втором кадре всего с кункинской школы в турнире участвует шесть игроков после уроков ребята регулярно ходят на кружок по шашкам и шахматом причем тягу к игре проявляют как малыши так и старшеклассники систематически в течение всего учебного года так как этот турнир у нас проводится уже третий раз двадцатом году не проводился с пандемией до этого восемнадцатом и девятнадцатом году мы проводили в летное время с привлечением вехать весело кунки турнир по русским шашкам дань памяти основателю телеканала rgvk дагестан гаруну курбанову а также его другу и водителю исмаилу исмаилову они погибли в июне 2011 результате террористического акта и вот уже несколько лет ежегодно на их родине селение кунки проходят соревнования по шашкам всем большое огромное спасибо что не забывают моего отца и дядя исмаила всем большое спасибо что приняли участие в этом турнире я надеюсь что это не последний такой турнир именно в селении пункты пункинской школе потому что именно в этой школе учился и мой отец и другие компенсии которые достигли очень больших высот а на досках тем временем ситуация накаляется кто-то теряет по несколько шашек за один ход соперника а потемат почти дошла до противоположного края доски и вышла в дамки в начальных классах участвовал там места тоже были награждения тоже были ну а так только в школе участвовал это мое первое внешкольное соревнования на победу надеешься в таком составе турнир в кунки проводится впервые для игры в шашки съехались школьники из каждого селения доходаевского района здесь проходит шашечный турнир в котором принимает участие все школьники буквально всех школ района задействованы с руководителями они приехали в это село ученикам хочется пожелать успехов на этом турнире и хочу обратиться со словами призыва чтобы наши дети играли в шахматы в шашки потому что эта игра она развивает очень и логическое мышление и мозговую деятельность игра подходит концу впереди награждение победителей и призеров ждут грамоты а также памятные кубки и медали дагестан это страна гор он богат своими обычаями традициями и культурой когда-то приехал сюда туристом лейла не смогла проститься с ним надолго и вернулась навсегда а вот с кем и почему мы узнаем из нашего сюжета я переехала сюда 10 лет назад и честно ни секунды не пожалела с этих слов свою историю нам начала рассказывать лейла бахадори всю свою жизнь она была в поисках себя девочка любила путешествовать по свету и когда-то прибыла в дагестан влюбилась влюбилась во все казалось что это то самое место которое искала всегда когда сюда приехала я поняла что это мое место вот как пазл встал в свою в свою дырочку да вот запихнулся он туда и уже все логично вот так же я вставила свою картиночку и когда я уезжала я подумала я помню даже что я попросила всевышнего мы шли за теремком там была такая выжженная золотая трава я не смотрю и говорю во всевышний путь меня махачкала обратно позовет в августе я уехала феврале я переехала сюда обратно сейчас 10 лет исполнилось как я уже живу махачкаре на вопрос как и почему она выбрала дагестан однозначно ответить не может вот потянула и заворожила да так что собрала своих детей и переехала и тут же обрела любимое занятие от которого когда-то из-за бронхиальной астмы пришлось отказаться но в этих краях даже эта болезнь немножко отступила но не чудо ли у меня бронхиальная астма и очень много ограничений которые есть для того чтобы я могла с лошадьми работать поэтому вот так 28 лет я оказалась человеком без профессии по словам самой лейлы лошади в ее жизни присутствуют самого детства это так сказать в их семье передается из поколения в поколение а у нас в роду кому-нибудь передается вот это вот любовь к верховой езде к лошадям у меня прапрадедушка был ямщиком на иркутском тракте потом прадедушка служил в конной армии буденного командиром красным значит с конями тоже был связан и потом вот мне и сестре передалась от любовь к лошадям у сестры младшей дочки передалось сейчас и моей тоже передалось маленькой софии всего 14 лет а своей любви к лошадям заявила недавно и неожиданно пришлось приобретать для нее коня x5 но уже сейчас девочка делает большие успехи на соревнованиях пока участвовала только в отнех и между прочим заняла четвертое место очень волнительно было как как-то из-за того что не были первые я сильно волновалась запомнились ну вот атмосфера с этими самих соревнований вот мне было очень приятно так как это было что-то новое то есть в этом направлении я еще не получала никаких грамот кубков я знала четвертое место у меня есть мотивация на первое место но все равно я считаю то есть главное участие они победа для лейлы лошади целый мир приезжим туристам старается показать страну гор верхом на коне где сказать вернемся к предкам и почувствуем атмосферу изнутри лейла старается создавать свои маршруты и каждый раз удивляет гостей нашей республики есть люди которые хотят видеть например экологические события да у вас цветут маки мы хотим маки посмотреть да мы хотим увидеть орлов мы хотим да то есть есть люди которые такой запрос делать мы под этот запрос кому-то интересен экстремальный туризм кто хочет чтобы оставили трекинг туда то есть нету ничего что невозможно сделать дагестане тоже дагестан это такая маленькая страна с огромным количеством самых разнообразных природных зон и возможностей кстати экскурсию провели и для нас правда по конюшне но даже от нее эмоции непередаваемые а на этом у меня все с вами была яша тамарова увидимся ровно через неделю в это же время всем пока